всем привет спасибо огромное всем тем кто пишет комментарии под роликами читать мне их очень приятно с этих нескольких фраз я начинаю последние 15 или 16 уже из 25 роликов но как же мне не поблагодарить люди тратят время пишут думают слушают музыку еще и оценивают и и мне очень интересно это все потому что я составляю социологическую такую большую картину вкусов современной молодежи извините что я вас называю молодежью это сам молодежь поганая молодежь это я не о вас вспомнил егора летова кстати вот в комментариях очень много рассуждений кто играет лучше кто играет хуже кто умеет играть кто не умеет играть слава богу сейчас стало поменьше уже этого всего про летова там написали что привели даже не дословно цитату из него что музыкант я никакой но музыкант летов я могу сказать как раз какой на гитаре он играл очень хорошо все у него было с этим в порядке просто надо ну как бы слушать да и иногда смотреть на концертной записи просто смотреть как он как он берет аккорды левой рукой как он играет правой рукой там все это видно все там в порядке лучше многих могу сказать семья у него хорошая брат у него прекрасный музыкант сам егор был замечательным и автором и музыкантом но я не об этом я не об этом я о том что есть такая поговорка и на старуху бывает проруха но я сегодня не считаю старухой уж во всяком случае и стариком даже не считаю потому что я еще ого-го все в порядке я так сказать это еще могу много чего да и делаю в общем то да а в том смысле что сто лет не слушал группу вот запилен взял и послушал благо у меня все это добро дома лежит даже в разных видах остальные пластинки я не достал я их достану потом смысле не достану из шкафа достану потом когда вдруг торкнет меня поговорить о каком-нибудь другом альбоме вот запину это вот у меня переиздание такое красивое ремонстрированное это оригинальчик правда американский не английский могу сказать что ряд переизданий современных которые многие ненавидят люди почему-то они звучат и получше порой чем оригиналы иногда нет иногда да ну опять-таки когда я читаю в интернете не не под этими роликами потому что здесь слава богу таких маньяков не очень много а на разных специфических форумах где идут дебаты о том что лучше сиди или винил но это за вообще застрелиться можно это просто сразу можно застрелиться и не читать соответственно дальше вот а там новодел стародел вот эти вот все дела и не знаю но так ну так вот насколько я знаю серьезных коллекционеров таких настоящих которые действительно разбираются действительно ищут собирают правильное издание они ничего не пишут никогда нигде а вот те кто пишут они конечно там да такие спецы читаешь волосы последние волос то нет видите все они выпали все вылезли уже от ужаса который я испытываю читая вот эти рассуждения про новодел и стародел и и прочее 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 это все достаточно нелепо и но с другой стороны это лучшим водку по подъездам пить лучше уж слушать новодел и стародел про это делать писать все таки это для общества безопасней и себе может быть для себя даже безопаснее но алла дзеппелин пластинка 75 года physical graffiti прекрасный альбом с любой точки зрения как не посмотри как мы его любили все в детстве и в юности многие до сих пор любят и до сих пор считают что круче группы лет зеппелин нет в мире музыки и не было никогда и не будет я уже приводил цитатуя на андерсона из моей любимой группы джет ротал который горел что для меня рок-н-ролли есть две группы это rolling stone с и лет зеппелин печать . конец предложения опись протокол сдал принял отпечатки пальцев если ян андерсон сказал это все можно верить итак 75 год грандиозный гигант гигантоманский альбом совершенно и как и все всеми с пятом семичетвертом году происходило на самом деле он завершает вот этот вот грандиозный монументальный период группы лет зеппелин также как и skin crimson пластинка ред всеми четвертом закрыла главу и слава богу потому что дальше уже было невозможно в этом вот находиться процессе хотя хорошие пластинки добыли но это был тупик человечества также как и дженессис также как и есть кстати говоря чуть позже ну там да к 77 и ладзеппелин тоже закончили свое вот это вот самое вот это вот вот это каско космическую одиссею рок-н-ролль на и последний последний замок был построен да вот здесь на этом альбоме потому что очень хорошая конечно получилось как прощание с планетой выложили все все что можно от себя здесь выложили но все знают да я повторю на всякий случай что было написано 8 песен всего пластинка должна быть одинарной но эти восемь песен не влезали в формат одной пластинки потому что они были длинные материалы хронометраж был огромный поэтому пришлось сделать двойную и вот люди пишут тоже кстати говоря читаю с тоской о том что вот оригинальные песни да а вот то что добивки там это уже как бы просто добили чтобы забить хронометраж ребята все было сделано в студии все было записано как надо те песни которые были написаны и записаны даже частично там в семидесятом году например для второго альбома они все были переработаны здесь и все все звучит очень цельно на самом деле и здесь не отличишь какая песня старая какая песня новая и песни разнесены так по альбому четыре песни новых на одну на одной пластинке четыре песни новых на другой пластинки и соответственно старые и на первой пластинке старые и на второй пластинке custod pale новая песня но для этого альбома блюз есть блюз все-таки led zeppelin эта группа блюзовая как-нибудь и чтобы они не играли куда бы они куда бы их не заносила все равно они возвращаются в блюзовой структуре и кустой пай как раз вот этот квадратик любимый наш там мы и слышим замечательно просто здорово дарова песня например она написана в семидесятом году для led zeppelin 2 и кто поймет здесь что она написана для led zeppelin 2 в семидесятом году никто потому что она логически совершенно вытекает искусство пай не придерешься in my time of dying моя любимая песня на сегодняшний день из этого альбома я объясню даже почему я уже говорил о том что группа блюзовая а in my time of dying звучит так как будто бы пришел роберт джонсон в студию помните кто такой роберт джонсон да я не оговорился тот самый роберт джонсон его обкормили транквилизаторами садили ему как следует такой и стал он парень такой стаунд стаунд абсолютно заторможенный после чего его подключили к электричеству садили ему провод в какое-нибудь место не знаю в какое не буду даже фантазировать и в 220 вольт дали гитару и электрический роберт джонсон обдолбанный транквилизаторами заиграл блюз и получился получилась первая часть in my time of dying вот послушайте представьте себе это абсолютно то туда просто вот первая часть этой песни это электрический заторможенный роберт джонсон а потом вилку из розетки выдергивает он начинает сходить с ума от того что пришел к себя тогда для действия транквилизаторов закончилась и начинается полный рок-н-ролл и хаос из этого электрического транквилизационного блюза отличная песня очень интересная очень необычная house of the holy 1 наверно второй стороне соответственно написано было всеми с втором году для 5 цепелина и звучит папа ну то есть тут все тут по звуку все выровнено все сделано все до игры на подложены гитары лишь не подложены клавиши и все абсолютно цельный альбом никто не скажет что эта песня 70-го года это песня 74 вообще разницы никакой нет фактуре очень хорошая веселая песня но трамп лет трамп лет анда фут который написан специально для этого альбом она убирает всех и все сразу это великое полотно здесь и роберт джонсон присутствует тераплейн блюз по названию да и стиви вандер с песни superstition риф взят мелодическая фраза взята из superstition настроение взяты из тераплейн блюз роберта джонсона джон пол джонс играет вот эту самую фразу навеянную стиви вандером и пошло молотилово неземного просто совершенно вида низих неземной фактуры неземной структуры я вот так скажу прекрасная песня металлический каменный фанк я бы даже сказал даже не металлический и затаскивает так что просто и не выскочить оттуда ну а дальше кашмир понятно что это вещь всем известная что про нее рассказывать здесь привет и с востока ветер с запада небо над головой море и песок под ногами и и и все это в космосе вот 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 такая штука восток дело тонкое говорят но джимми пейдж и друзья доказали что восток это дело толстая и и и очень громкая и очень круто все получилось in the light замечательная песня которая тоже написана специально для этого альбома хотя как я уже говорил разницы никакой нет очень хорошее начало такой критики страшно эту песню ругали потому что говорили что замах на рубль удар на копейку аранжировка очень странная начали за упокой кончили за здравие но все очень хорошо с вот этой вот психоделической такой начальной истории синтезаторно-гитарной переход в электрический рок мажорная гамма наверх пошла в гитаре у джимми пейджа и все очень светленько бодренько радостно и здорово вообще вот эта самая первая сторона второго альбома она очень светлая какая-то очень хорошая ну брон ай ар 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 вот я опускаю инструментальный кусочек который как бы ну как бы ну да сыграл на гитаре и сыграл больше ничего я про это сказать не могу а вот down by the seaside песня тоже записана в десятом году для альбома номер четыре где она странно бы звучало потому что 4 альбом для этой песни 4 такой как кулак железный весь делал а down by the seaside она это настолько какой-то арт-рок просто с моей точки зрения хотя вроде начинается все простенько и понятно но потом она так развивается необычно все меняется все уходит куда-то в другую вообще область в другую структуру и она настолько музыкально настолько сложная настолько красивая down by the seaside что это вот действительно то что называется арт-рок ненавижу эти слова ну пусть будет сказано слово не воробей вылетит и влетит обратно и не заметишь даже в общем очень хорошая песня вся эта сторона вот вся третья сторона прекрасно потому что done by the seaside ten years gone такой же свет несмотря на мощь и и и все дела тоже очень светлая такая штука ну четвертая поживее сторона пошла night light бодряк тоже для четвертого альбома была записана в интон сонг вообще я очень люблю я очень люблю она родилась как я прочитал где-то уже не помню где и когда родилась из джема студийного а все что рождается из джема это всегда очень живо всегда очень честно всегда очень правильно это настоящая музыка это очень кайфово ну ян стюарт отличился здесь пианист группы the rolling stones отключить отключился буги ведь сту которая тоже как оказывается планировалось на четвертом альбоме вроде бы как чтобы как бы она там выглядела совершенно непонятно но тем не менее rolling stones мы здесь услышали ага вот а ян андерсон и говорил да что две великие группы есть rolling stones и лодзеппелин и здесь они сошлись воедино через я на стюарта вот я только сейчас это понял это очень здорово они не могли не встретиться и они встретились на альбоме physical граффити прекрасно прекрасно black country woman опять-таки для четвертого альбома была песня сделана хорошая штука очень мне очень нравится вот сики гейн песня которая написана специально для физико граффити и завершает его почему-то меня не цепляет но не знаю но одну песню из двойника если не полюбил ничего страшного пластинка замечательная все мы рекомендую тем кто не слышал вот запилен хорошая вещь для знакомства хотя таких людей по моему в мире нет поэтому я пошел пить и все вот так пока